Приветствую, друзья! На связи GrimOptimist. И в сегодняшнем блоге я вам расскажу последние новости канала, расскажу о том, какие видосики у меня вышли в последнее время интересные, ну и также поделюсь планами на будущее. Ну и кроме того, будет вообще много всяких любопытных таких тем, так что присаживайтесь поудобнее, там бегом за чаем, печеньки, кто что больше любит, и давайте приступим. Вопрос, который интересует, наверное, большинство, чем закончился второй сезон моей рубрики «Железный грим». Напоминаю, что в рамках данной рубрики мы с вами готовили ноутбук для того, чтобы подарить его нуждающейся семье. В данный момент уже ноутбук я им отдал, все хорошо, они им пользуются, там прекрасно, как говорится, все их устраивает. Вот, и ролик, ребята, уже вышел на канале на основном, ссылка будет в описании под этим видосом, обязательно его гляньте, если еще не смотрели, и не забудьте поставить лайк, если ролик вам понравится. Вообще, ребята, второй сезон моей рубрики «Железный грим» получился очень затратный, причем во всех смыслах, то есть и по времени, и по деньгам, и по силам. Я там столкнулся с одной довольно неприятной проблемой, вообще нет, даже не с одной, там проблем было много, но одна была такая особенно неприятная. Мне пришлось из этого как-то, скажем, выбираться, я, наверное, сейчас даже расскажу, но для начала небольшая вводная. Семья, которой мы передали ноутбук, была найдена при помощи благотворительного фонда «Территория семьи». Данный фонд занимается помощью семьям малоимущим, многодетным, неполным семьям и также семьям, оказавшимся в тяжелых всяких жизненных ситуациях. Как мы знаем, жизнь у нас штука непростая и, ну, случается всякое. Вот, практически сразу же мне сотрудница сказала, что, мол, вот есть у нас одна семья, там отец воспитывает двоих детей, он вдовец и, кроме того, потерял жилье, то есть там был пожар. В данный момент семья эта проживает в коммунальной квартире, которую им выделил фонд, но поскольку там, как вы понимаете, двое детей, без компьютера просто полные вилы, поскольку, ну, вся учеба сейчас завязана на компьютерах, я думаю, никому это объяснять не надо, да, и без этого, ну, тяжело. Тем более, это старшие классы школы, это поступление уже куда-то там в скором времени в какой-то колледж или техникум или вуз, то есть, ну, там обязательно нужен, короче, комп. И я согласил, что давайте подарим им. В общем, мы с сотрудницей туда съездили, сама сотрудница была на больничном с температурой высокой и, несмотря на это, она поехала вместе со мной, но в кадр, естественно, она не стала попадать, ну, по понятным причинам, я надеюсь. В общем, ноутбук я отдал, все хорошо, кстати, да, еще в ролике там мы его довели немножко до ума, то есть, я сделал так, чтобы он прям был, ну, без изъянов, чтобы все хорошо работало, вот, ну, и, насколько я знаю, там все нормально, они сейчас им пользуются. Вы спросите, а что за проблема, с которой я столкнулся, то есть, помимо проблем с самим ноутом, которые пришлось решать, была еще и также одна реально неприятная ситуация, когда уже я все подарил, уже все хорошо, мы, по сути, почти попрощались. Отец как раз-таки спросил меня, говорит, а раз уж ты разбираешься, ну, более-менее в компьютерах, может быть, ты мне поможешь, потому что вот я, говорит, работаю сам за ноутбуком и он прям совсем слабый, практически не работает, там, ну, просто тормозит страшно, даже в интернет зайти не могу. Я говорю, ну, давайте посмотрим, что можно сделать. И, в общем, он мне показал вот такой вот, ребята, нетбук, которым он как раз-таки пользовался с этой целью. Это совершенно убогий древний нетбук на Intel Atom первого поколения, по-моему, там, или какого, с, по-моему, одним гиговым оперативки. Как он им пользовался, я вообще не знаю. На что я ему сказал, что, блин, у меня дома, говорю, как раз есть оперативка DDR2, 2 гига, давайте, говорю, хотя бы вам поставим, просто у меня, говорю, сейчас ноутбуков других нет, давайте хотя бы вам 2 гига оперативки поставим, ну, чтобы хоть как-то более-менее это работало. Хорошо, все, мы договорились, мы с ним, значит, доехали до меня. Вообще, кстати, в этот день был дикий ливень, пришлось ездить на такси, там, из одного конца города в другой. То есть, сначала за сотрудницей, потом с сотрудницей уже в семью, это на другом конце города, потом с этим мужиком мы до меня доехали еще на такси. Я, наверное, не буду говорить сколько, но очень много денег ушло тупо на дорогу. Короче, все, мы пришли, ребята, я, значит, снял вот эту вот крышку у нетбука и, в общем, поставил ему вместо оперативки вот этой 1 гиговой, 2 гиговую планку. Перед этим, ребята, естественно, я все отключил от сети, снял батарею даже, я уж такие вещи знаю. Поставил туда оперативку, точно такая же, как здесь, только DDR2, он не стартует. Я думаю, ну, блин, не знаю, ну, бывает, думаю, ладно, попробую другую планку, тоже не стартует. Вставил назад планку, которая там была 1 гиговая, а он тоже не стартует. И вот тут я понял, что я, ребята, приехал. То есть, получается, я сломал человеку ноутбук. Понятно, что я ничего сломать там не мог, то есть, ну, я, конечно, криворукий, но не настолько, чтобы хлопнуть ноут просто при смене оперативки. Тут даже не надо его разбирать, просто крышечку снимаешь и все. Я полчаса протрахался с этим ноутом, вернее, нетбуком, так он и не заработал. И тут мне человек говорит, что завтра я, говорит, поеду к сыну, а сын у него учится в кадетской, по-моему, школе какой-то. В общем, он в область там куда-то поедет, ему нужен ноут. Я такой, мать твою, а время уже полвосьмого вечера. Я понимаю, что мне сейчас надо покупать ему новый ноут за свой счет. Ну, потому что я человека оставил. То есть, неважно, понимаете, что я не специально, какая разница. То есть, я взял у человека ноут, чтобы его как бы улучшить, и он не работает. Короче, я начал соорудить этот авито. Нашел я, ребята, ноут, товарищ продавал. Там такой довольно неплохой HP. Он старенький, на еще сокете M, но там проц с T7500, в принципе, и 3 гига оперативки стояло по дефолту. Я подумал, что он с живой батареей. Хороший, кстати, ноут сам по себе. Небольшой, 14-дюймовый. Как раз таки человеку удобно с собой будет брать. Мы туда поехали. Самое смешное, что, ну, поскольку был уже вечер, это был не первый звонок вообще. Не первый ноут, который я нашел, но остальные все говорили только завтра или послезавтра. А тот человек, он жил на молодежке. Чтобы вы понимали, это километров 20 от моего дома. И нам пришлось ехать туда на такси. Потому что, ну, вариантов других нет. Мы съездили на такси. Я купил тот ноут. Отсюда я в итоге снял еще и хард. Хард мы воткнули туда. Поскольку чипсеты там схожие, то винда заработала. В итоге тот ноут я привел в нормальное состояние. Там докинул тоже оперативки до 4. Вот. И человеку оставил именно тот ноутбук. Он всяко быстрее, чем вот это вот обоссанное говно нетбучное. То есть там, как вы понимаете, нормальный процессор Core 2 Duo. Как бы оперативка в двухканале. Все хорошо. То есть он нормально. Он не тормозит. Для интернета он пойдет. То есть как бы для работы, для интернета. Конечно, поиграть там особо не получится. Там встроенная графика. Но для таких целей норм. Там я проверял. Full HD видосы тянет хорошо. Ну и в итоге, ребята, вот как-то так вышло. То есть получается, что... А потом мы еще, когда я его купил, мы доехали еще до него. В общагу. Там я все это настраивал. И потом из общаги я уже в ночь, уже там первый час ночи был. Я уехал домой. То есть я просто по деньгам очень сильно просел. Потому что мне пришло... Огромное количество денег ушло на дорогу. Плюс еще ушло на этот ноутбук. Потому что мне надо было как-то выходить из этой ситуации. Я не мог человека бросить как бы в такой момент. В итоге получается, что они, как говорится, теперь владельцы двух ноутбуков. То есть, которые мы подарили. Который детям пойдет. И также мужику еще поменяли ноут. Еще у него, кстати, день рождения был в этот день. Как раз таки я как бы даже удивился. Вот такие совпадения бывают. Вот в принципе. А это говно, ребята, осталось у меня. Я не знаю, что с ним делать. Наверное, я его обоссую и разобью куда-нибудь об асфальт. Потому что это говно, он не рабочий. То есть он не стартует. Ничего ценного в нем нет. Все с него снял. Я даже Wi-Fi модуль. Это говно ничего не стоит. Матрица разве что. Здесь может быть стоит рублей 500. И то, наверное, меньше. Даже не 500, наверное, меньше. И покупателя на эту матрицу найти практически невозможно. Вот такие дела, ребята. Вот, собственно говоря, чем закончилась эта эпопея. Значит, еще раз говорю, ребята, ролик посмотрите. Там нету вот этих вот нюансов с тем, как я отрахался уже с ноутбуком этого мужика. Там только касательно нашего проекта. Это я уже так рассказал, как говорится, для своих, да. Чтобы вы просто знали. Еще, ребята, на днях вышел видос на канале на основном. Где я показал очень интересную такую вещь, как первый StarCraft, ребята. Кто, ну, я думаю, много есть людей среди вас там, ну, моего возраста или чуть младше. В StarCraft, короче, первый многие играли. И, значит, прикол в том, что есть первый StarCraft на движке второго. Модификация офигенно круто сделана любителями, ну, вернее, наверное, даже профессионалами, но сделана просто потрясающе. Я стримил на основном канале данный мод, и многие попросили сделать гайд, как вообще вот играть в первый StarCraft на движке второго. Я, ребята, сделал этот гайд. Он уже на основном канале выложен. Если вам интересно, это там очень подробно. Максимально все пошагово разберется вообще любой человек, даже если в компьютерах вообще не разбираетесь, ну, не шарите, все равно получится все. Тоже ссылка будет в описании. Если вам это интересно, обязательно посмотрите. Я старался. Вообще, как вы могли обратить внимание, я в последнее время стараюсь делать полезный контент. То есть мы, ну, объясним там про компьютеры, да. Полезный как с точки зрения подписчиков, то есть для вас, так и просто для людей. И стараюсь как-то разноображивать все это дело. В принципе, ну, по новостям, наверное, больше особо нечего рассказать. Единственное, по планам на будущее. Но перед этим хотелось бы сказать, что поскольку, видите, ушло очень много сил, времени и денег, я, наверное, пока приторможу с проектом «Железный грим». Просто мне нужно, ребята, зарабатывать бабки сейчас. Я скажу честно. То есть мне придется сейчас делать ролики, вставлять рекламу, потому что я просел сильно по бабкам. Вот. Но это вынужденная мера. Если вы хотите, кстати, как-то помочь, да, я сейчас не выпрашиваю деньги, поймите, на благотворительность ни на что. Это именно в благодарность за мои проекты. Если вы хотите мне помочь, в описании также будет ссылка на Donation Alerts. Можете мне там скинуть, если есть желание. Это не обязательно, это сугубо на ваше усмотрение. То есть если вы хотите поддержать меня, мои проекты, мой канал, то можете это сделать. Там даже 10 рублей на самом деле уже, в принципе, будет, ну, какая-никакая польза. Потому что, как говорится, один человек 10 рублей – это всего лишь десяточка. 10 человек – это уже сотка. А когда 100 человек по 10 рублей отправили, это уже косарь. Это уже как бы нормально. Вот. Если хотите, можете поддержать. Вот. Еще раз повторюсь, ссылки все в описании. Касательно третьего сезона. Значит, третий сезон я задумываю следующим образом. Я, наверное, с нуля соберу компьютер игровой. Прямо с нуля. То есть мы не будем покупать непосредственно какой-то базовый системный блок и его улучшать. Мы прямо с нуля. Вот возьмем просто вот. Купим отдельно корпус, отдельно мать, отдельно проц. Я хочу собрать именно нормальный компьютер. Как вы понимаете, теперь, когда мы сотрудничаем с территорией семьи, там найти нуждающихся вообще не проблема. То есть там компьютеры всем нужны. У них там просто компьютеры убогие стоят, которые им люди приносят. Там 775 сокет, целероны на 775 сокет с одним гигом оперативки. Это просто неработоспособный шлак. И ну как бы я понимаю, что людям, которым они это подарят, будет, наверное, тяжело этим пользоваться. Поэтому мы будем, наверное, собирать вот такой компьютер, чтобы он был для любых задач. Чтобы как и для работы, так и для учебы, так и для игр он годился. Вот бюджет будет где-то 1600-1700, наверное, вот проекта как-то так. Единственное, я не знаю, когда я его начну. Пока не обещаю. Вот. Такие дела. В принципе, на этом на сегодня все, наверное. Вот такие новости. Надеюсь, что было интересно. Когда все это стартанет, я пока не знаю. Тут зависит от многих факторов. Там от времени, от сил, от здоровья и от денег. Я не буду скрывать. Поймите тоже, для меня мой канал это работа. Я вынужден как бы на этом зарабатывать. Потому что если, ну, как бы, если зарабатывать пытаться где-то в другом месте, тогда времени на канал очень мало останется. И роликов будет выходить совсем немного. Вот. В силу этого, как бы, приходится чем-то жертвовать. Все эти проекты благотворительные, там, да, и прочие, они мне денег не приносят. То есть, более того, как бы, я ухожу в минус. То есть, там, подписчикам, конечно, огромное спасибо за то, что они присылают свои комплектующие. Но вы должны понимать, что все равно, то есть, я их использую, но частью все равно трачу своих денег. Потому что что-то приходится докупать, там, и так далее. Вот. Поэтому все эти проекты, они существуют на голом энтузиазме. Моем энтузиазме и вашем энтузиазме. И, соответственно, как бы, приходится, ну, так или иначе, короче, ждать, пока появится свободное время и деньги на все на это. Вот такие дела. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Ставьте пальцы вверх. Обязательно не забудьте смотреть ролики, ссылки на которые в описании. Всем до скорого, друзья. И всем пока.